добрый день дорогие мои сегодня видео будет про бухгалтерию в швеции у меня знакомая которая моя же бухгалтер которая ведет все вот эти мои финансовые дела она очень интересный и мне жутко важный человек без нее у меня тотальный просто коллапс бы случился мы давно не хотели записать какое-то видео про то что она в принципе делает для предпринимателей в швеции и кто может обращаться зачем бухгалтер вообще так давайте зайдем к ней в офис и помучаем вопросами заходим в офисное здание к настя и поспрашиваю немножко о том что она делает с молодыми предпринимателями как помогает им чем вообще грозит неуплата налогов какая разница между хобби бизнесом об этом поговорим и главное она расскажет про то что через несколько дней будет вести вебинар с информацией про помощь мелким предпринимателям в швеции в том числе в связи с короной то есть если вы предприниматель в швеции то дождитесь обязательной информации про этот вебинар плюс еще под видео вся информация тоже есть но настя подробно расскажет что это за вебинар когда он пройдет сколько он стоит привет у них тут полосатая да да прям под меня видите как будто у меня крылья выросли я к тебе каждый раз прихожу и у меня такое чувство что ну вот вот порядок потому что я знаю что все мои бумаги в порядке я знаю что ты за меня сама подаешь налоговую декларацию и это облегчает мою жизнь мне постоянно задают вопросы про то как вести бизнес в швеции как вообще открыть как осмелиться сложно ли это сложно ли бухгалтерию вести и раз уж я пришла к тебе за моими папками давай мы всей аудитории помучаем немножко тебя живого шведского бухгалтера который знает эту кухню изнутри я знаю что многие пытаются открыть фирму сами либо идут к человеку который консультирует и я сама открывала но серьезно сейчас я уже понимаю что надо было сразу ножками к тебе потому что я бы сэкономила очень много времени потому что раньше я думал ну это же стоит денег бухгалтер сейчас понимаю что это каждая копейка окупается вдвойне втройне потому что у меня освобождается время делать другие проекты зарабатывать другие деньги вот к тебе приходят молодые предприниматели ты их консультируешь какие вот самые у них вопросы есть самое главное с чего надо начать бизнес смысле что я теперь предприниматель и я полностью несу ответственность за все свои действия и это означает что ты теперь один на один с документами с налоговой со всеми цифрами со всеми оплатами поэтому самый первый вопрос у меня будет первые сто крон как их куда чего то есть больше на самом деле смущает приход или выражаясь обычным языком оплата клиента то есть я не начинаю бизнес потому что я боюсь что мне будут платить самое страшное что делать с некой суммы денег которая придет на счет более понятно как потратить можно пойти туда 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 а вот именно когда клиенты тебе заплатили как платить налоги сколько когда какие сроки тут сразу паника мы с этим работаем и помогаем как раз не паниковать осмелиться решиться и вообще привыкнуть к тому что ты делаешь бизнес собственно чтобы зарабатывать какая разница в швеции считается между хобби бизнесом хобби есть граница граница сейчас в районе 19 тысяч крон в год я думала 50 еще нет 19 это необлагаемая часть совсем дальше да уже идут другие этапы но 19 лучше запомнить и хобби не носит характер коммерческой выгоды то есть ты что-то шьешь ты что-то продаешь но ты реализуешь это среди родственников знакомых и так далее вот это хобби говорят вот я вот свободное время вижу крючком когда ты хочешь связать крючком с целью выгоды ты думаешь о том как сделать подороже о дизайне ты идешь на курсы ты купил ткани нитки у тебя уже зреет в голове да мысль о коммерческой деятельности тогда это уже не хобби и это с первой кроны коммерческая деятельность даже если у вас коммерческая деятельность но ниже 19 тысяч просто вы начинаете то это все равно бизнес потому что цель извлечения прибыли а как конкретно ты помогаешь вот к тебе пришел человека что-то с ним делаешь берешь за ручку идешь в налоговую сначала мы разговариваем с будущим подпринимателем еще будущем что он хочет то есть какая цель многих годами могут оставаться и и на самом деле заниматься хобби тех же щенков например продают и это хобби потому что это не коммерческая деятельность хотя цифры там очень большие мы сейчас не про налоги мы про саму про сам этап в жизни поэтому с чего мы начинаем для чем этот бизнес что вы хотите с него получить да и какие у вас шаги в том числе сколько вы планируете заработать я на самом деле рекомендую сразу думать только о плюсе это позитивное мышление потому что мы стартуем для того чтобы зарабатывать поэтому мы начинаем с разговора дальше мы стартуем компанию и дальше мы начинаем день за днем обрабатывать те документы которые к нам поступают как у меня с настей все происходит я я надеюсь на налоговая сейчас не услышат но по идее это не незаконно конечно я приношу гору каких-то чеков непонятных вы же видите какая я а насти вы же видите какая она строго по полочкам все разложит все сделает такая скажет ира вот тут у тебя была ошибка но мы ее исправим больше так не делай в общем я просто знаю что этот человек все мне исправит и я знаю что меня смотрят многие предприниматели начинающие ли которые хотят начать подумайте взять на бухгалтере вот где бы не находились да если вы в швеции то вот вам человека если вы не знаю в бангладеша мне кажется это это важно это мне кажется показывает о серьезности намерений потому что если вы вырастите хоть на чуть-чуть вам понадобится бухгалтер вот я может скоро акционерное общество открою может быть когда выйдет это видео я уже открыла поможешь мне вообще не конечно конечно я еще хочу сказать и очень важный совет естественно не игнорировать все бесплатные встречи которые проводят налоговые используйте любую возможность получить информацию они не бесплатные мы из налогов это все платят но имеется ввиду как бы вы не будете платить в момент встречи какую-то сумму мы все вместе работаем на одну общую цель вы как предприниматель и мы как бюро я как бухгалтер налоги платить ровно за то что мы должны да собственно это как бы слоган налоговый чтобы налоги были справедливыми мы сейчас не про моральную сторону нет но я должна сказать они помогают они не против тебя они у вас общая цель заплатить все правильно они помогают если они видят ошибки они дают время исправить это все поэтому наша цель моя цель и ваша цель платить правильно и тогда общество будет двигаться вперед чем мы помогаем особенно молодым предпринимателям в первую очередь решится предприниматель может вести все самостоятельно но мы поддерживаем помогаем я захожу в программу смотрю как человек может сам ведет бухгалтерию и мы делаем годовые отчеты потому что годовой отчет это более сложный вопрос чем просто ежемесячно заносить чеки их регистрировать знаешь как я веду свою бухгалтерию я захожу на кухню вижу что дуся рисует на чем дофломастерами дуся ты что ты же достала бумажки из коробки для насти вот у меня там все сложено я просто знаю что ты разберешься очень хорошо я тебе просто доверяю последний год ты очень сильно улучшилась но ты меня воспитала как предприниматель я думаю даже в плане бумаг я все равно ощущаю 13-летним человеком но мне приятно что ты говоришь чем грозит работа по черному в швеции ну понятно мы сейчас не будем уходить в сколько лет тюрьмы если имеется ввиду вот конкретно проверяют и насколько это можете подпортить знаешь вообще эту тему ты в этой теме немножко понимаешь потому что даже мои коллеги иногда да как это вообще все происходит работа по черному в швеции есть что ж тут как да как и в любой стране я сама иногда знаешь там работникам строителям могу заплатить по черному что они там братья кого-то и так просто легче чем грозит я на самом деле думаю не с точки зрения даже налогов или там последствия или там отрабатывать две недели листву убирать а именно тем что ты как член общества будешь исключен из всех жизненных вопросов например если все очень серьезно ну то есть ты прям уже налога вынесла решение да это может быть снижение кредитного рейтинга тени будет квартиры чем швеция гордится первой руки когда тебе по сути государства или частный застройщик разрешает пожизненно жить без выкупа у тебя не будет кредитов ты как бы исключишься из обычного благосостояния общества да даже телефон не всегда можно купить рассрочку или зарегистрировать номер на себя даже если у тебя плохая кредитная история и плюс кстати если уже со шведами разговориться или там после встречи с налоговой той же подойти и спросить более детально уже в разговоре так по текстам проскочит что лучше по чуть-чуть платить но платить потому что эти налоги пойдут на благосостояние общества нежели чем совсем не платить и нарушить вот этот баланс потому что шведы очень долго добивались баланса в природе в мире обществе глобально да они очень любят этот баланс о чем ты много рассказываешь кстати да что этот логом знаменитый да чтобы все было максимально уравновешено и если кто-то очень сильно не будет платить значит кто-то другой пострадает поэтому это не очень хорошо и в итоге по бумерангу это как бы может очень сильно откликнуться но даже я просто не представляю как я бы например была бы со соискателем нашей ипотеки у меня спросили вы предприниматель покажите доходы фирмы за последние там годы это когда был несколько лет назад доходы были низкие но они были я смогла их показать если говорить про нашу профессию это бухгалтеры налоговые консультанты финансовые консультанты конечно наша задача не потопить предпринимателя потому что речь же не идет о том чтобы не платить да но у тебя есть много инструментов платить меньше в момент времени например растянуть прибыль показать ее в другом периоде многие не знают на что можно потратить многие предприниматели не знают что ручку можно купить за счет средств компании помаду тоже если она часть твоего бренда у иры да у иры красная помада например парикмахер у них на стеллажах должны элементы декорации стоять и там могут быть дорогие статуэтки например достаточно и это все равно часть бизнеса плюшки конфетки клиентам да то есть ты уже по-другому смотришь на любые затраты как предприниматель поэтому с этим мы тоже помогаем и подсказываем где можно больше потратить потому что это в рамках бизнеса можно отнести потому что это заложено в шведские налоги что ты показывай весь доход но пожалуйста можешь реально разойтись с расходами пока все это в рамках закона а теперь давай я вначале сказала что ты организуешь семинар про помощь предпринимателям потому что швеция одна из немногих стран в европе которая очень мало дала предпринимателям во время корона давай мне кажется ты лучше расскажешь но 6 ноября будет семинар 6 ноября в пятницу будет семинар который можно смотреть также онлайн про все виды помощи малым предпринимателям швеции подробнее расскажи пользуясь случаем всех предпринимателей всех тех кто хочет стартовать бизнес приглашаю на семинар в стокгольме 6 ноября в пятницу в 9 30 утра ссылка будет под видео на этом семинаре мы обсудим все текущие помощи от государства малому бизнесу на что еще можно подать на какие виды помощи уже нельзя подать но они будут продлены потому что сейчас идет голосование в парламенте также поддержим морально советами консультациями всех предпринимателей которым сейчас трудно потому что этот год так называемый год низкой конъюнктуры продлится он весь 21 год поэтому именно сейчас мы нужны друг другу советами консультациями и мы каждый день следим за обновлениями мы также поговорим о помощи которые ждут большое количество частных предпринимателей в швеции на этот пакет выделено 5 миллиардов шведских крон это помощь до 300 тысяч шведских крон частным предпринимателю то есть вид бизнеса частный предприниматель мы очень надеемся что пакет будет принят правительством швеции я тоже надеюсь приходите узнаете 6 ноября в пятницу в стокгольме для тех кто не сможет посетить лично у нас будет онлайн трансляция и запись семинара сколько это будет стоить это будет стоить 450 крон с человека завтрак и материалы входят как мой маникюр но на на твоей информации можно еще и деньги получить с государства хотя да хорошо да это означает кстати что ира ходит к предпринимателю платящему налоги само собой я всегда это ну мне это очень важно потому что маникюр можно за 200 на дому сделать но я хочу уходить к человеку который да да для меня это важно в этом году особенно мое мнение бухгалтер все финансовое бюро консалтинговое бюро должны поддержать малого предпринимателя потому что в первую очередь кризис затронул малый бизнес а малый бизнес кстати по статистике трудоустроил 80 процентов населения швеция потому что в швеции 80 процентов компаний до пяти сотрудников и это все мы я помню мы с тобой что-то там болтали о чем ты такая боже как я это все люблю разбираешь мои вот эти вот бумажки какие-то засаленные разрисованные есть да разрисованные да есть несколько разрисованных и ты у тебя прям ой сейчас в порядок приведем это окей кажется кто-то любит свою работу для меня это просто ну боже заберите у меня это заберите любые деньги куда нести деньги чтобы уже мне сделали бухгалтерию а почему занимаешься тем что ты делаешь надеюсь это не прозвучит пафосно или как-то вычурно но за бумагами я вижу твой бизнес на самом деле я вижу тебя чем-то занимаешься мы за клиентами кстати смотрим мы видим фейсбук мы видим инстаграм публикации короче настя обо мне знает больше чем мой муж продолжай кстати этикой профессиональной этикой бухгалтера считается знать про клиента то что называется to know your client я думаю это применимо к любой профессии где есть клиент например своим сотрудникам я твои stories показываю инстаграм мы в каком-то смысле фаны наших клиентов потому что чем лучше вы свой бизнес ведете чем лучше бумаги оформлены тем больше у нас работы и мы помогаем друг другу продолжать свой бизнес и вместе трудиться а насчет порядка это просто в душе когда я не могу покинуть рабочее место если все не лежит на своих местах это просто уже натура склад ума и такие же сотрудники у меня снасти очень разные очень разные а насчет этики профессиональные вы же не рассказываете другим клиентам про то на что и деньги трачу нет нет у нас даже есть конкуренты между собой конкуренты мы их ведем потому что один человек ведет двух конкурентов участвующих в одном тендере мы ничего не рассказываем они даже не знали что один и тот же человек их ведет просто по имени догадались но звонят а человек одним и тем же именем представляется и они подумали может быть это один и тот же человек нас ведет нет никто не знает друг от други наоборот я если например тебе нужен дизайнер там веб-страниц я там кого-то могу посоветовать еще и сваха немножечко да если тебе нужна там уборщица есть фирма по уборке у меня есть и тоже все по белому да я имею ввиду что вот таким образом мы коннект да коннектим клиентов друг с другом потому что ну может быть они договорятся друг с другом и окажут услуги друг друг ценнейший контакты настя а еще у вас можно практику проходить потому что я помню у тебя несколько моих знакомых проходила именно практику как это все работает мое бюро профс экономик сотрудничает с четырьмя рабочими или профессиональными школами швеции так называемый юрки хекскулар в этих школах обучаются по двухгодичной программе выпускники получающие диплом младшего бухгалтера им нужна практика и я сотрудничаю со всеми этими школами каждые три месяца к нам приходят практиканты но попасть на нашу практику можно не только выпускникам профессиональных школ на самом деле любой желающий пройти практику и чувствующий что есть уже знание но хотелось бы эти знания закрепить даже молодой предприниматель уже ведущий свою компанию который хотел бы попрактиковаться на своей компании но в бюро добро пожаловать кроме практики каждый желающий может пройти обучающую программу по экономике расчета заработной платы в собственной компании либо вы работаете в компании вам не хватает знаний и на русском языке один на один со мной вы проходите обучаетесь онлайн физически в офисе можно обучаться по трем направлениям расчет зарплат введение бухгалтерского учета и управление собственным бизнесом это как заключать договор как правильно общаться со шведскими предпринимателями заказчиками больше такой этика психологический курс поэтому добро пожаловать все контакты будут под видео у нас есть курсы практика и ведение бизнеса вкусный кофе и много других плюшек в виде государственной помощи а также нашего профессионального совета и участия то есть любой практикант который к вам придет увидит мою бухгалтерию может теорет ну ладно пусть видят у нас есть несколько компаний есть тренировочная компания скажем так мифическая сначала все тренируются на ней потом он видит несколько конкретных участков реальных клиентов но все подписывают соглашение конфиденциальности и все остается внутри компании я вроде ничего такого компрометирующего пока не делала до насть нет у тебя все прекрасно и так держать и я очень жду когда у тебя бтб это акционерное общество я думаю люди сразу видят значит экран делится на две части здесь сидит клоун такой и у тебя знаешь порядок спокойно ты прям знаешь ты ты спокойствие да вот излучаешь если есть какие-то вопросы на эти простые на которые очень легко одним предложением можно ответить пишите внизу и мы вместе с настей пытаемся на них ответить а если что-то более сложной и нужной консультации вот человек лучше посоветовать не могу спасибо большое что были с нами и я надеюсь что всем кто нас смотрел из швеции это видео помогло может быть подвигло на принятие какого-то решения например открыть свой бизнес и помним да что 6 ноября в пятницу в стокгольме принцесс холл будет налоговый семинар о всех видах государственной помощи малому и среднему бизнесу добро пожаловать я буду да спасибо большое спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры сделал DimaTorzok